Нихао, леди и джентльмены! Интернет-портал bestandroid.com.au предлагает вашему вниманию видео-обзор на телефон Hero H6000 И начнем мы не с анбоксинга, как обычно, телефона, а с напоминания, что существует такая модель, которая называется ZP200, она завода ZOPO Отличительными чертами этой модели был 3D-экран То есть при включении функции 3D у нас появлялась просто 3D-изображение Далее, это наличие HDMI-выхода Здесь вот он расположен, это модель ZOPO ZP200 Это камера 8-мегапиксельная с физическим размером 8 мегапикселей от компании Sony со вспышкой, с автофокусом понятное дело Ну и, собственно, платформа MTK6575 Также особенностью этой модели была качественная батарейка на 1250 мА батарейка дорогая и действительно это фактически размеры 1250 мАч Ну и, собственно, что сделал завод Hero Они выпустили свой телефон аналог ZP200, он очень внешне похож она называется, он А6000 Цена его составляет, ну, немножко дешевле может быть на долларов 15 но, по факту, отличия достаточно существенные между моделькой ZP200 телефона фабрики ZOPO и А6000 фабрики Hero То есть, начнем с анбоксинга этого телефона поставляется вот в такой коробке даже уже на картинке видно, что они очень похожи эти два телефона Итак, у нас здесь нарисован робот Android говорит об операционной системе собственно, платформа Android 2.3 точно так же, как и в ZOPO ZP200 но в ZP200, обещают, уже анонсирован выход 4-го Android а 4-го Android, да это на середину июня данные Далее, память составляет у нас ADP встроенная память составляет 4 ГБ Поддерживает карты памяти до 64 ГБ это microSD, обычный 4-дюйма дисплей также 3D, 3D, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, GSM, WCDMA ну, в общем, обычные штуки Камера, кстати, написана тоже 8 Мп с вспышкой Итак, ну, приступим к анбоксингу телефона сразу же сверху у нас лежит инструкция коротенькая то есть, для ознакомления с телефоном она на английском языке как ставить сим-карточки что, какие кнопочки, за что отвечают защитная пленка конечно же, она идет в комплекте со всеми китайскими телефонами высокого класса ну, при цене от 200 долларов собственно, сам телефон, к нему вернемся попозже и далее у нас под крышечкой находится USB кабель для подключения телефона к компьютеру его зарядки достаточно качественная на самом деле на ощупь кабель отличается от обычных стандартных которые мы привыкли видеть в комплектации к телефонам от китайских производителей достаточно простенькая гарнитурка с микрофоном в ZP200 она, конечно, немножко получше блок питания сделан в стиле HTC даже надпись HTC и две, две, две и две батарейки тоже с надписью HTC почему-то они сделаны емкость написана составляет 1980 мАч ну, как можно понять даже по объему батарейки по ее весу, по плотности что это не так на самом деле емкость значительно ниже ее я думаю, порядка 1300 мА то есть приблизительно такая же, как и в ZOPO и, собственно, сам аппарат это модель H5000 на первый взгляд, по передней части она абсолютно неотличима от модельки ZP200 но задняя крышка отличается значительно как мы видим в модели, которая справа у нее в руке ZOPO здесь камера обравлена металлической вставочкой она меньшего размера что касается H6000 тут вы сами видите, что здесь большая вставка сделана под металл стереоскопик написано стереоскопичный 3D-экран ну, что ж, в принципе, внешние они сзади, а часть абсолютно идентичны в левой части также и присутствует выход HDMI абсолютно одинаковые сложно найти какие-то отличия кроме вот этой вот большой металлической и маленькой металлической вставки по факту идентичные телефоны ну и приступим к обзору внешнего вида модели Hero H6000 на передней панели у нас расположен дисплей диагональю 4,3 дюйма с разрешением 960 на 540 тут, кстати, наклеена защитная пленка поэтому, возможно, картинка немножко нечеткая но дисплей тут классный на самом деле фронтальная камера 0,3 мегапикселя внутренний динамик под такой решеточкой здесь же расположены два датчика датчик приближения так называемый датчик уха, который блокирует наш телефон когда мы подносим телефон во время разговора, собственно, к уху и датчик освещенности, который подстраивает яркость дисплея под окружающую среду тем самым экономя нам батарейки четыре сенсорные кнопочки внизу расположены внизу у нас такая вставочка под дерево точно так же, как и в ZP200 ну, интересное дизайнерское решение но оно принадлежит, к сожалению, не заводу Hero на левой части телефона у нас расположена качелька регулировки громкости вверху кнопка включения-выключения аппарата также его блокировки и разъем mini-jack 3.5 мм стандартный аудио выход на правой части под заглушками расположен HDMI-выход это mini-HDMI, позволяет подключить телефон к телевизору к любому источнику воспроизведения, так сказать и работать уже на нем и здесь же под второй заглушечкой у нас находится разъемчик micro-USB который... с помощью которого можно подключить телефон к компьютеру а также зарядить его вот блока питания и внизу у нас нет никаких вставок, есть небольшая просто заглушечка для снятия задней крышки на задней панели телефона расположена вот эта, как мы говорили, вставка под металл камера 8 мегапикселей вспышка светодиодная и, собственно, разъемчик отверстия для внешнего динамика и снимем заднюю крышку, чтобы вставить батарейку и еще посмотрите об одной особенности, которую унаследовал телефон H6000 от фабрики Hero от телефона ZOPO ZP200 это металлическая такая окантовка по всему корпусу так называемый молдинг, можно сказать и так, для телефона который защищает телефон от ударов, возможно, от падений то есть все крайние точки касания по всему периметру телефона расположенного приходится именно вот на эту металлическую вставочку и под задней крышкой мы видим динамик под металлической сеточкой разъем microSD, куда можно ставить карты памяти расширения два слота для SIM карточек один из них поддерживает сети третьего поколения это вот этот вот WCDMA а здесь же просто GSM сети здесь WCDMA плюс GSM и, собственно, сюда у нас вставляется батарейка с незамысловатой надписью HTC и крышка закрывается вот таким вот образом просто надо защелкнуть все пазики чтобы она плотно держалась и не отваливалась ну и включим наш телефон и пока он грузится поговорим немножко об отличиях в первую очередь это, конечно же, батарейка она все-таки здесь в телефоне H6000 похуже немножко качеством но зато идет их две в комплекте то есть это, несомненно, бонус и что касается этого телефона H6000 имею в виду здесь камера все-таки нет фирмы Sony здесь камера, которая изготавливается, видимо, на фабрике Hero и качество съемки, конечно же, отличается то есть как камерафон все-таки ZP200 намного лучше что касается внешнего вида то они реально идентичны кроме вот этой вот вставки отличить очень сложно телефон его даже по передней части по функционалу они тоже приблизительно одинаковые то есть можно сказать, что это H6000 это очень качественная копия телефона ZOPO ZP200 и стоит ли переплатить лишних 15 долларов за лучшую камеру, за лучшую батарейку за оригинальный аппарат ну, думаю, в этом случае стоит все-таки надо присматриваться к модели ZP200 но кому не так важна камера тот может воспользоваться телефоном H6000 от фабрики Hero вот у нас, собственно, загрузился Android 2.3 и теперь попробуем в первую очередь самая известная фишка этого телефона кроме как HDMI выход это так называемые 3D-экраны для этого надо зайти в Wallpaper и выбрать стерео 3D Wallpapers выберем вот такого вот человечка установим эти обои ну, вот у нас 3D, так сказать, вот этот вот 3D-экран многослойный от фирмы Sharp можно включить режим 2D то есть, в принципе, я надеюсь, вам будет более-менее заметно то есть, разница действительно, это 3D 3D, но, насколько этот функционал нужен для телефона спорить, на самом деле, можно бесконечно потому что, по факту, в режиме 3D просто устают глаза смотреть на этот дисплей и что касается функционала этого телефона здесь у нас стоит платформа MTK6575 на базе процессора Cortex-A9 это 1 ГГц процессор с частотой 1 ГБ оперативной памяти здесь стоит Android 2.3 в принципе, это очень мощная штука телефон не дешевый и, по факту, ну, он очень мощный и вот мы включим у нас есть 3D-видео то есть, можно посмотреть видео в режиме 3D ну, по факту, вот сейчас, глядя именно на видео в режиме 3D достаточно прикольный, прикольный эффект реально кажется, что экран у нас многослойный, как он и есть давайте немножко поближе, чтобы вы могли хоть немножко через камеру который снимает в 2D, посмотреть, как же показывает этот 3D-экран ну, действительно, режим 3D, он виден, он заметен и именно вот на видео но не стоит забывать, что это все-таки телефон и, по факту, ну, думаю, не так часто нам придется смотреть вот так вот видео в 3D поэтому эту функцию можно смело вот так вот отключить и, когда в следующий раз мы ее включим, на самом деле, сложно даже представить в целом, по функционалу телефона это стандартный Android вверху у нас есть стандартное меню в котором можно проследить основные особенности это поддержка Wi-Fi, Bluetooth, полноценный GPS-модуль здесь же находится Data Connection это передача данных средствами мобильного оператора и режим самолета также здесь можно выбрать меню звука режима то есть телефона, это совещание, на улице и так далее яркость экрана сделаем поярче автоповорот и время выключения также зайдем в настройки, выставим русский язык он тут есть, это Android 2.3, без проблем абсолютно включается заходим в меню языка выбираем Sales Language и выбираем русский язык все, в принципе, у нас русский язык включен по поводу кнопочек, внизу, о которых я упоминал здесь 4 сенсорные клавиши кнопочка Домой то есть, если мы зашли в меню и куда-то там, на вторую страничку, например и нажимаем кнопочку Домой она лево у нас возвращает нас в домашнее меню возвращает нас в домашнее меню далее следует контекстная кнопка вызова контекстного меню чтобы... этой кнопкой можно пользоваться в любых приложениях она вызовет под меню именно текущего приложения, которое работает кнопочка назад возвращает нас, собственно, назад и кнопка поиска открывает у нас виджет Google, который можно воспользоваться поиском как на русском языке, так и на английском причем это касается именно голосового поиска то есть, через голосовой поиск и голосовой поиск ну, короче, пухля в принципе ну, конечно же, интересно много говорил я о камере то, что она отличается качество съемки все-таки попробуем снять посмотрим, может быть, она не так и плоха итак, вот у нас есть робот-андроидик и попробуем его сфотографировать стандартными настройками и вот у нас получилась фотография в принципе, очень четкая даже с учетом вспышки то, что вот у нас здесь заметно отражение но, если даже приблизить, посмотреть там шумы какие-то, то можно даже ну, достаточно четкая фотография ну, если даже приблизить, так шумы посмотреть здесь фотография достаточно четкая даже видно мелкие там остатки от на доске на фоне которой все-таки видео снимается что за бред то есть, по факту вот у нас была не в фокусе надпись Hero здесь, но по факту очень качественная в принципе фотография снимает камера хорошо это, наверное, можно отдать ей второе место после телефона камеры телефона Zopo ZP200, в которой встроена камера от фирмы Sony это законно займет свое второе место очень много режимов съемки здесь очень много можно сделать фотографий в принципе, интересная штука там автофокусировки то есть, куда мы класснем там и сфокусируется телефончик но сейчас у нас стоит автофокус и можно снимать вот в авторежиме далее, что касается произведенности аппарата то можно даже посмотреть вот видео да, печатка в целом, если вы хотите посмотреть там произведенность аппарата то она абсолютно идентична аппарату Zopo ZP200 телефон мощный это платформа MTK6575 подробности море в интернете по поводу характеристик действительно, можно сказать, эволюционная как сочетание цена-качество так это, ну, лучше не придумать но, все-таки, печаль это одно что завод Hero не стал расширять модельный ряд расширять эту платформу придумывать какие-то новые модельки может быть, с более интересным внешним видом завоевывать какие-то другие сегменты а просто, просто взял, сделал идентичный аппарат такой же, как и у завода Zopo нормальный шаг, как для китайских телефонов несложно их в чем-то винить ну, в целом аппарат оставляет хорошее впечатление и станет достойной замены если вы там звоните в магазин, заказываете, спрашиваете Zopo ZP200, их нет в наличии и вам не так важна камера то, в принципе, можно взять смело аж 6000 тоже достойный очень аппарат единственное, хочется предостеречь возможных покупателей китайской техники что зачастую это действительно так интернет-магазины выдают одну модель за другую пытаясь просто обмануть клиента заработать какие-то лишние деньги методом обмана, мошенничества всегда проверяйте проверяйте всегда, что вы берете если вы заказываете модель H6000 убедитесь, что это она вот отличительная часть задняя штучка такая, да но будьте внимательны потому что, в принципе, заднюю крышку там можно тоже другую одеть советую просто в проверенных магазинах покупать технику далее, еще отличие у нас в H6000 на батарейке написано HTC ZP200, сейчас я сниму, покажу вам здесь написано Zopo маркировка, в принципе, батарейки идентичные, да, внешний вид но здесь написано Zopo ну и под крышкой можно заглянуть и посмотреть вот на Zopo всегда будет писаться модель наклеечки смотрим внимательно а здесь же модель H6000 написано это Herald, да, а здесь Zopo ZP200 то есть под батарейкой всегда можно посмотреть модель в целом визуально, ну, не представляется возможным как-то отличить эти два аппарата я даже подозреваю, что плата, внутренняя часть производится на одном заводе то есть может быть и так кто знает этих китайцев но в целом, что то, что тот телефон это крутая штука это действительно топовый флагманский аппарат на данный момент лучше ничего, чем ZP200 или H6000 купить невозможно из китайских техники китайских аппаратов, которые доступны в Украине интернет-портал bestandroid.com.ua благодарит вас за просмотр видео также подписывайтесь на наш канал следите за обновлениями за новыми обзорами китайской техники все вопросы задавайте в комментариях с удовольствием постараемся на них ответить и всего вам доброго спасибо за просмотр! Продолжение следует...